Это видео будет посвящено созданию эфириума кошелька MyEtherWallet, который поддерживает ERC20. Это означает, что вы можете хранить на нем не только эфириум, но и токены. Переходим на официальный сайт, который будет в описании под видео. Здесь мы можем прочитать информацию по кошельку. Это нам сейчас не нужно, поэтому нажимаем на крестик. Перед началом работы я рекомендую вам переключить язык интерфейса с английского, который будет по умолчанию, на русский. Это можно сделать здесь. Если у вас стоит английский, меняйте его на русский. Теперь переходим к созданию кошелька. Необходимо придумать сложный пароль, который включает в себя не менее 9 символов. Сразу говорю вам, что все данные нужно записывать. Можете использовать тетрадь или, как в этом примере для видео, я записывать буду данные в текстовый документ блокнот. После того, как вы придумали сложный пароль, который состоит минимум из 9 знаков, и записали его себе. Вводим. Далее создаем кошелек. Теперь вам необходимо сохранить ваш кейстория файл или закрытый ключ. Нам напоминают, что мы должны не забывать наш пароль. Скачиваем файл на ваш компьютер. Для чего он нужен, я объясню немного позже. Теперь нажимаем на эту кнопку и переходим к следующему этапу. Теперь нам нужно сохранить приватный ключ. Я точно так же сохраняю его в файл блокнот. Мы можем распечатать бумажный кошелек, но сейчас нам это не нужно. Сохраняем наш адрес и переходим к следующему этапу. Здесь нам показаны способы входа в наш эфириум кошелек. Я расскажу на примере двоих из них о преимуществах и недостатках. VitaMask – это приложение, которое позволит вам войти в MyEtherWallet. Мы можем видеть здесь зеленый индикатор. Это означает, что этот способ рекомендуется. И он является одним из безопасных. Но поскольку это расширение для вашего браузера, то вы не сможете при помощи его зайти с телефона. Поэтому в этом примере я разберу наиболее распространенный, простой способ входа. Хотя он не является таким безопасным, как, например, MetaMask. Итак, это кейстория или файл, который мы сохраняли ранее. Чтобы войти в кошелек, нам нужно выбрать файл, который мы скачивали в предыдущем этапе. Выбираем его, нажимаем «Открыть». Теперь нам нужно ввести пароль, который мы и создавали. Нажимаем «Открыть». И идет небольшое ожидание. Кошелек расшифрован, значит, мы успешно выполнили вход. Итак, здесь можем наблюдать такие данные, как адрес. Он нам необходим для того, чтобы ввести в поле личного кабинета децентуриона кошельки. И так как этот кошелек мы создали с вами только сейчас, баланс, естественно, будет на нем отображаться как ноль. Спасибо вам за внимание. Увидимся в следующих видео. И удачи вам. Продолжение следует...